На участке по улице Марченко уборка идет быстро. Здесь не мусорят, а собрать скошенную траву, ветки и все в порядке. За рабочий день бригаде удается пройти вдоль всех газонов и тротуаров. Убираем территорию газона, мелкого мусора, ветки, скошенная трава. От зависимости от погодных условий и от объема работы сказать. Сегодня мы, грубо говоря, газон прошли, прямо улица идет у нас. Но рабочие признают, с некоторых улиц выводят десятки пакетов с пластиком и другим бытовым мусором. Приходится вызывать на помощь коллег с других участков. В среднем в команде от 5 до 15 человек. Это зависит от объема работы. Чем больше объема работы, тем больше мы уставляем людей. Именно звено, получается, работают погрузчики, работают автомобили, самосвалы, получается, и дорожные рабочие также. Наша зона ответственности у нас от тротуара, ой, вернее, от бордюрного камня, получается, до тротуара. Зону ответственности расширили после урагана, две недели назад. Тогда компании пришлось мобилизировать все силы. Чтобы расчистить улицы от поваленных стволов и веток, дорожники работали круглосуточно. Ну, объемы, естественно, возросли кратно, что потребовало привлечения всех ресурсов компании в круглосуточном режиме. В месяц мы вывозим до 600 кубометров мусора. Цифра в зависимости от дня, от ситуации в городе может меняться, ну, скажем, в день это до 40 кубов. Все отходы, собранные из дорог и тротуаров города, попадают на контейнерную площадку компании «Строймеханизация». Отсюда компания «Чистый город», с которой у дорожников заключен договор, транспортирует их на полигоны ТБО. В день на свалку отправляется до нескольких многотонных контейнеров. Ольга Кокшарова, Василий Петров, Павел Чащин, 31 канал.